всем привет кого-то уже с детства приучили что без хлеба не обойдется ни одно блюдо а кто-то наоборот предпочитает полностью исключить хлебобулочные изделия из своего рациона но как и в случае с любыми другими продуктами хлеб нужно употреблять в меру давайте поговорим как рассчитать сколько хлеба можно есть в день без вреда для организма и так если универсальная норма на самом деле все сугубо индивидуально чтобы выяснить сколько хлеба можно вам есть прежде всего нужно разобраться с вашей индивидуальной потребностью по калорийности белкам жирам и углеводам такая потребность рассчитываются исходя из цели человека и его личных физиологических параметров для примера возьмем женщину 30 лет с ростом 160 сантиметров и весом 65 килограмм который не занимается спортом цель этой женщины похудеть на 5 килограмм давайте же рассчитаем ее потребность для расчета применяют различные формулы но признан в мире является формула ассоциации американских гетологов который называется формула мифлина сан-жиора посмотрите на свои экраны перед вами как раз эта формула остается только вставить ваши параметры для удобства я приведусь формулы для мужчин вот теперь вы видите две формулы экране как для мужчин так и для женщин также необходимо учитывать и физическую активность если у вас нет нагрузок и сидячая работа то полученный результат нужно умножить еще на одну целую две десятых но дальше вы поймете если вы совершаете небольшие пробежки или делаете легкую гимнастику примерно три раза в неделю то нужно умножить на одну целую триста семьдесят пять тысячных если вы занимаетесь спортом среднем с нагрузками 35 раз в неделю нужно умножить на одну целую пятьдесят пять сотых если вы полноценно тренируетесь примерно 7 раз в неделю то нужно умножить на одну целую семьсот двадцать пять тысячных если ваша работа связана с нагрузкой а также трудом и вы тренируетесь два раза в неделю и включаете в программу тренировок силовые упражнения, то коэффициент равен 1,9. А теперь посмотрите на экран. Как вы помните, для примера мы взяли женщину 30 лет с ростом 160 см, а также весом 65 кг. Ее цель сбросить 5 кг. Итак, давайте же посчитаем формулу для нее. Получается 10 умножаем на 65, то есть вес женщины, прибавляем 6,25 умноженное на 160. 160 это рост. И отнимаем 5 умножить на 30. 30 это возраст в годах, а также вычитаем в 165 и плюс умножаем на коэффициент 1,2, потому что у этой женщины нет нагрузок и сидячая работа, а вы уже подставляете свой коэффициент исходя из вашего ритма жизни. Для удобства я оставлю все эти формулы в описании под этим видео. Получилась потребность женщин в калориях, чтобы сохранить имеющийся вес у нее, но для комфортного и безопасного похудения ей следует снизить калорийность на 250 ккал и употреблять в среднем 1350 ккал в день. Теперь давайте рассчитаем норму по белкам, жирам и углеводам. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения нужно употреблять не более 30% жиров, из которых насыщенных не более 10 и транжиров не более 1%, а также 5% свободных сахаров, имеется в виду легкоусваиваемые формы углеводов, такие как сахар, глюкоза и фруктоза. По белку и углеводам в целом организация не дает конкретных данных, поэтому возьмем стандартные данные. 1,5 г белка на 1 кг желаемого веса, остальное все это углеводы. Получается, эта женщина должна есть 45 г жиров в день, 90 г белка и не более 16 г свободного сахара и 160 г углеводов. Предпочтение отдаем клетчатке, а также пищевым волокнам. А теперь давайте впишем в рацион этой женщины хлебобулочные изделия. Начнем с пшеничного батона. Состав мука, пшеничная высшего сорта, вода, сахар белый, масло подсолнечное или маргарин, соль, дрожжи, хлебопекарные, прессованные. Пищевая ценность 100 г продукта это 7,5 г белков, 2,9 г жиров, 51 г углеводов, из них сахара свободного 5 г. Получаем энергетическая ценность на 100 г продукта 265 ккал. Употребление 100 г такого батона на 20% покрывает всю потребность в углеводах и на 31% в свободном сахаре. Глигемический индекс равняется 80. А теперь давайте возьмем бородинский хлеб. Состав мука ржаная, вода питьевая, мука пшеничная хлебопекарная второго сорта, сахар, соль ржаной, патока, соль, кориандр, дрожжи хлебопекарные. Пищевая ценность 100 г продукта является 68 г белков, жиров 1,3 г, углеводов 39 г, из них сахара 5 г. Энергическая ценность такого продукта составляет 201 ккал. Употребление 100 г такого хлеба практически на 15% покрывает потребность в углеводах и на 31% в свободном сахаре. Глигемический индекс составляет 50. Теперь возьмем хлеб из зеленой гречки. Состав мука из зеленой гречки цельнозерновая, псиллиум, шелуха, а также соль и сода. Пищевая ценность на 100 г продукта такова. Белков 6 г, жиров 2 г, углеводов 28 г, из них сахара 0, а также пищевые волокна 8 г. Ценность продукта составляет 166 ккал. Употребление 100 г такого хлеба закрывает всего 12% от суточной нормы потребления. Сахара в нем нет, но есть клетчатка, которая нормализует пищеварение. Глигемический индекс составляет 20. И в завершении давайте немного подытожим. Суточная норма хлеба – это показатель достаточно условный и зависит не только от особенностей организма, но также от конкретных целей. Внимательно читайте состав и выбирайте хлеб с низким содержанием насыщенных жиров, быстрых углеводов и добавленного сахара. Отдавайте предпочтение изделиям, которые содержат больше пищевых волокон. Учитывайте свои ограничения в питании и, исходя из этого, решайте, какой хлеб есть и в каком количестве.